Здравствуйте! В эфире День с Толком. Студия Анастасия Дороган. Смотрите в этом выпуске. Неделя до взлета. Бензин вновь подорожает. Устроил переполох во время уборки урожая. В Заринском районе к рабочим в поле вышел медведь. Семья, дети, счастье. В День отца новый сезон открыл именитый театр танца Иван Дамария. Стоимость бензина в России вырастет с 1 ноября. По прогнозам экспертов Департамента стратегических исследований, минимальная цена литра топлива 92-й марки будет достигать 54 рублей, 95-59. Для сравнения, средняя стоимость этого вида топлива сегодня в Алтайском крае 54-56 рублей соответственно. Что касается дизельного топлива, то ожидается, что цена на него подскочит еще более существенно. Сейчас литр в крае стоит от 55 до 65 рублей. А в ноябре, полагают специалисты, ценник на дизтоплива установится в районе 66 рублей. При этом дополнительное подорожание в размере нескольких процентов может произойти из-за затрат на логистику перевозки топлива. Школьный автобус сегодня столкнулся с сельскохозяйственной техникой. ДТП произошло в Кулундинском районе. Водитель автобуса погиб, двое травмированы. По счастливой случайности, в момент происшествия детей в салоне не было. Автобус вез в школу педагогов. Среди пострадавших две женщины. По поручению прокурора Крайан Тона Германа, по факту ДТП проводится проверка об исполнении законодательства о безопасности дорожного движения. Выясняются причины и обстоятельства случившегося. По итогу будут приняты меры прокурорского реагирования. Из-за роста заболеваемости вне больничной пневмонии, две школы Край перешли на онлайн-обучение. Это Тальменская школа номер один и 166-я новоалтайской гимназии. Осенние каникулы начнутся раньше и в 40-й Барнаульской гимназии. Причина – та же – рост заболеваемости пневмонии. Как сообщили в Роспотребнадзоре региона, такого рода решения принимают в случае, если в учебных заведениях выявлено более 10 случаев заболевания. Мера вынужденная, но необходимая, чтобы не допустить дальнейшего роста числа больных. Напомню, что Алтайский край вошел в число 16 регионов страны, где зафиксирован всплеск заболеваемости пневмонии. Это данные федерального Роспотребнадзора. 80% жителей страны употребляют недостаточное количество овощей и фруктов. Это данные Минздрава России. И не только из-за подскочивших на них цен. Между фастфудом и фруктами многие выберут вредную пищу. Поэтому каждый год, целую неделю, населению страны рассказывают о пользе овощей и фруктов, особенно для детей. Так сколько этих продуктов нужно употреблять в пищу ради пользы для организма и достаточно ли в школьном рационе овощей и фруктов, расскажет Татьяна Голубева. А ты вообще фрукты любишь? Да. Какие? Яллыки и бананы. Третьеклашки 5-й Барнаульской гимназии сегодня первыми дегустируют фрукты в школьной столовой. Конечно, такое разнообразие в тарелке здесь по случаю дня здоровья. Но в школьном рационе овощей и фрукты обязательно присутствуют. Правда, чаще в термической обработке. Вообще у нас используют фрукты для приготовления блюд. То есть получается у нас кашу идет, допустим, яблоко. Ягоды у нас, большое разнообразие напитков. То есть есть напиток из вишни, из смородины, клюквы, клубники. Также напиток из сухофруктов. То есть все эти продукты у нас используются. По статистике для нормальной работы организма детям до 7 лет нужно съедать 460 граммов овощей и фруктов. Тем, кому от 7 до 11 уже 650, после 12 лет почти 700 граммов. Мы, работая по проекту «Здоровое сердце ребенка», к сожалению, оцениваем физическое развитие и работу сердца. И видим, что рост ожирения и избыточной массы тела растет с каждым годом. Сегодня в рамках проекта обследовали учащихся 5-й Барнаульской гимназии. Всего по итогам 6 лет работы проекта здоровье проверили у 72 тысяч детей региона. 22% из них нуждались в дополнительном кардиологическом обследовании. Пищевые привычки нужно менять, уверены врачи. Овощи и фрукты являются источником витаминов, макро-микроэлементов, различных аминокислот. То есть они способствуют развитию, правильному развитию, росту ребенка, укрепляют иммунитет. Основная цель школьных дней здоровья – донести не только до школьников, но прежде всего до родителей. Что овощи и фрукты – это не просто вкусно, но и полезно. Ведь добирать их нехватку придется все-таки дома. Школьное меню может компенсировать лишь часть от необходимого в сутки. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. Барнаульский юридический институт заминирован. Такое сообщение поступило сегодня утром. В связи с этим первую пару студентов и преподавателей отменили. Привызшие на место специалисты не обнаружили признаков взрывчатки. Занятия вскоре возобновили. Отметим, что это не первое ложное сообщение о минировании юридического института. Подобные инциденты были в январе, марте и апреле 2023 года. К другим темам. Двоих жителей края задержали по подозрению вербовки и склонению граждан к участию в террористическом сообществе экстремистской организации. По данным следствия, один из подозреваемых, 58-летний житель города Барнаула, является участником экстремистской организации и приверженцем экстремистских взглядов. Прибыв два года назад на территорию края, он начал осуществлять вербовку граждан и склонять их к осуществлению террористической деятельности. Второй подозреваемый, 57-летний житель Первомайского района, участник террористического сообщества. В течение двух лет, с января 2022 по октябрь 2024, вербовал людей для участия в этом сообществе. Преступление выявили и пресекли оперативные сотрудники и военные контрразведки ФСБ России. Суд для обоих подозреваемых выбрал меру пресечения в виде заключения под стражем. Школьные осенние каникулы начнутся на следующей неделе. В связи с этим спасатели напоминают о правилах безопасности вблизи водных объектов, особенно это касается несовершеннолетних. На днях специалисты МЧС посетили 121-й лицей, где рассказали ученикам о мерах осторожности во время первого льда на воде и дали полезный совет о том, как действовать, если заметили тонущего человека. Подробности далее. Вода сейчас будет замерзать. И, соответственно, будете ходить на речку? Уже через неделю начнутся осенние каникулы. Хоть купальный сезон давно завершен, напомнить детям о правилах поведения у водоемов необходимо, поскольку сейчас приближается один из самых опасных периодов – перволюдья. Правила безопасности достаточно просты. Нельзя находиться вблизи водоема без сопровождения взрослых. Не нужно купаться в местах, не предназначенных для этого. Также ни в коем случае нельзя выходить на лед. Особенно в осеннее время. Если же увидели утопающего, в первую очередь нужно позвонить спасателям по номеру 112. С начала года в Алтайском крае утонуло 40 человек. Притом пятеро из них – дети от 8 до 15 лет. Спасатели напоминают – несовершеннолетним нельзя находиться у водоемов без взрослых. За это грозит штраф. Данил Кузнецов. День с толком. Медведь пришел на уборку урожая и испугал алтайских комбайнеров. Инцидент произошел в Заринском районе в селе Новодрачонина. Судя по кадрам, снятым убегающим, а также на видеорегистраторы комбайнов, медведь резво выскочил на поле, не боясь движущейся техники. Это юный самец. Возможно, он хотел поиграть. Оббежав тракторы и машины и не найдя компании, медведь покинул поле, а люди спокойно выдохнули. Уходи! Сразу трое руководителей коммерческих организаций предстанут перед судом в Барнауле. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По данным правоохранительных органов, они присвоили свыше 9 миллионов рублей во время исполнения национального проекта «Спорт. Норма жизни». В 2022-м руководители фирм передали фиктивные документы о завершении строительства ФОК на улице Сиреневая, 42 в Министерство спорта. Следствие считает, что обвиняемые из-за экономии сделали объект с нарушением условий и требований технологического процесса и качества строительных материалов. Устранить проблему стало возможно путем полного переустройства щебеночно-песчаного основания под асфальтобетонное покрытие и асфальтобетонного покрытия проездов, тротуаров и отмосток, а также переукладки бортовых камней и бетонной отмостки на территории ФОКа. Теперь обвиняемым грозит срок до 10 лет лишения свободы. 17 октября автопоезд «Мой бизнес» посетил Петропавловский район. На образовательном семинаре, организованном по нас проекту «Малое и среднее предпринимательство» были действующие предприниматели и самозанятые. Специалисты «Мой бизнес» рассказали о финансовых инструментах поддержки предпринимательства, бесплатных образовательных программах и о персональных услугах по продвижению бизнеса. Участники разобрались в опросах, связанных с применением специальных режимов налогообложения и обязательной маркировки товара. Максим Автоманов – участник СВО и молодой предприниматель. Два месяца назад на финансовые средства, полученные после ранения, он открыл швейную мастерскую, а по социальному контракту купил часть оборудования. Говорит, что всегда увлекался производством одежды, а сейчас делает это уже профессионально. На сегодняшний день в производстве большой заказ из Красноярска по пошиву верхней одежды для школьников. В следующем году Максим планирует создать в родном селе новые рабочие места для швей, которых сам и обучит. В День отца новый творческий сезон открыл один из старейших ансамблей Алтайского края Иван Дамария. Коллектив с 32-летней историей посвятил концерт не только отцам, но и семье в целом. На сцену вышли танцоры всех возрастов, а самые маленькие совершили хореографический подвиг. Какой – смотрите далее. Семья и счастье в хореографическом рисунке. Детский смех и юношеский задор. Один из старейших танцевальных ансамблей края Иван Дамария открыл новый сезон в День отца в год семьи. Так начался Новый год в истории ансамбля – 33-й год. За это время Иван Дамария громко заявили о себе на весь край, страну и мир. В августе ансамбль участвовал в двух международных конкурсах и привез гран-при и 13 дипломов лауреата в первой степени. Участники побеждают не только соперников, но и себя. Этот концерт подготовили в рекордные сроки. В этом году мы просто за максимально короткое время у нас маленькие самые ребятишки выучили репертуар. Это очень трудно. За месяц, за полтора детям все это осознать и выучить. Очень много переводов постановок, новых постановок. Поэтому решили попробовать. Из-за гастролей танцоры летом практически не отдыхали, но постоянные репетиции давно стали образом жизни. Ксения в ансамбле с четырех лет и, признается, ни разу не хотела прекратить танцевать. Даже если педагоги были строгими, то я считаю, это правильно. Ведь без строгости не будет результата, без дисциплины не будет результата. Не будет результата и без поддержки. Благодарность родителям – важная часть концерта. Вот она уже девять лет ходит сюда. Как по вторую школу, да? Да, я бы сказала, даже больше. Наверное, для них танцы – это больше, чем школа. Это их маленькая семья, в которой они живут, проживают свое детство, юность. И им все здесь нравится. Они получают от этого удовольствие. За три десятилетия коллектив ансамбля «Родители танцоров» стали большой семьей, в которой поддерживают друг друга и помогают детям взлетать еще выше. Впереди у Ивана Дамарии Новый год для свершений. Анастасия Дороган, Владислав Ковалев. День с толком. Традиционный межрегиональный турнир по греко-римской борьбе памяти Виктора Бочевара прошел в Рубцовске. Для алтайских ребят эти соревнования были особенно важны. По их итогам формируют сборную региона. Как прошел турнир и какой сюрприз подготовили организаторы для спортсменов, расскажем далее. Далекий 1962-й. Именно в тот год в Рубцовске впервые узнали о греко-римской борьбе. Тогда в городе открылась спортивная секция. Один из основателей Виктор Бочевар, первый мастер спорта в Рубцовске. Он подготовил четырех мастеров спорта СССР и России. После смерти легендарного спортсмена в памяти о нем начали проводить турнир. На него съезжаются лучшие борцы Алтайского края и Республики Алтай. Это почти 200 спортсменов. Есть ребята хорошие, есть призеры России, есть победители России, есть члены сборной команды Сибири, победители Сибирского федерального округа. Так что опытные. Ну и мы как раз здесь, многие привозят сюда ребятишек, чтобы проверить. Все равно турнир он к чему-то обязывает. А этот турнир один из отборочных для команды сборной Алтайского края. Один из отборочных, потому что потом сформировать команду Алтайского края и достойно выступать на Сибирском федеральном округе. Турнир длился два дня. Борцы 2008-2009 и 2011-2012 годов рождения проводили по несколько схваток в день. Кто-то проходил дистанцию уверенно, а некоторым она далась тяжело. Для победы хватило, наверное, больше физической силы и большей подготовки к соревнованиям, но к этой схватке, к этому сопернику и его стилю борьбы. Первый день турнира – настоящий праздник спорта. Все началось с предварительных схваток, а после – торжественная церемония открытия. Слова приветствия от первых лиц и госей турнира, а также яркие творческие выступления. И главный подарок от организаторов для юных борцов – мастер-класс от символа греко-римской борьбы. Роман Власов – двукратный олимпийский чемпион. Чемпион мира и Европы поделился с ребятами своими фишками, заготовками, приемами и каждому дал совет чемпиона. Каждый ребенок растет на примере того, кто перед ним протоптал эту дорогу. Детям важен пример, важно соприкоснуться с большим чемпионом, с примером, с символом вида спорта. В моей жизни у меня был Александр Карельников. После такой встречи и мастер-класса от чемпиона, заключительный день турнира подарил эмоциональные схватки. Замотивированные борцы выдавали максимум и зрители наблюдали яркие финальные поединки. По итогу которых ребята из Алтайского края чаще поднимались на пьедестал. Теперь же выход тренерского состава. Ему предстоит сформировать сборную региона, чтобы с таким же огоньком выступать на сибирских и всероссийских стартах. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. А на этом у меня все. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. До встречи в эфире. Продолжение следует...